всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю рубрику готовлю на несколько дней и начну я ее с приготовлением батата часто у меня про него спрашивают да его нужно чистить так же как картошку и он достаточно такой твердый как наверное тыквой вообще похож чем-то как вы можете заметить на тыкву ну не там по мне так он достаточно сложно нарезать он такой крепкий внутри батат это сладкий картофель можно посмотреть в интернете можно приготовить различные вариации в том числе и как сладкое блюдо но мне нравится именно такой солью и со специями с чесночком он получается ну не знаю это наверное любителя я если вы никогда не пробовали хотите попробовать купить одну штучку попробуйте как-то приготовить его еще кстати жарят тоже вроде бы как картофель обычный ну в общем в общем мне он нравится очень я покупаю не очень часто потому что мужчины мои не едят ем его только я одна в доме поэтому ну вот я себе например купила целую вот получается запекла и мне практически на неделю ну дня на три это точно его есть его и кем в качестве гарнира можно кстати добавлять в салаты видела рецепты салатов с бататом но в общем вариации очень очень много я лично советую попробовать тем ли если вы любите тыкву то обязательно попробуйте батат он конечно подороже но мне кажется стоит того в общем запекаю я его в духовке при температуре 180 градусов он у меня стоит до того момента пока не станет таким мягким я его протыкаю вилочкой если внутри он мягкий то уже все вытаскиваю ну где-то минут 20-25 точно у меня стоит зависимости от того какими кубиками я его нарежу нарезаю его всегда кубиками он бывает более крупным бывает более мелкая сейчас более мелко добавляю растительное масло у меня вот такие сушеные томаты итальянские травы но это у меня все сахер было но еще сухой чеснок добавила можно обычный чеснок но у меня в духовке обычный чеснок подгорает и придает такое но горела немножко вкус поэтому мне не нравится соль в общем принципе любые ваши любимые приправы все хорошенечко перемешиваем отправляем в духовку и периодически я в духовке тоже перемешиваю именно из-за этого я и положила такую более ну плошечку побольше скажем так вот форму для запекания я называю это плошечкой также поставила отвариваться обычный картофель буду делать пюре моим мужчинам и поставила варить компот собрала поданцы яблок и сливы и сливы у меня кислые яблоки тоже кислые поэтому компот получился такой с кислинкой я бы так сказала но я в этот раз добавила побольше сахара у меня вообще мужчин любит когда кисленький компот я добавляю немного сахара в этот раз побольше добавила получилось кстати очень вкусный компотик так что еще вот такой у меня на плите также буду готовить свое любимейшее блюдо здесь у меня замороженные сосиски вот меня спрашивают что я делаю потом из замороженных сосисок в основном использую какие-либо блюда и мое любимое блюдо это тушеная капуста с сосисками обожаю тоже это блюдо у меня кстати его на обед а есть муж вот если он приезжает на обед домой то он с удовольствием есть тушеную капусту с сосисками ему нравится но и с хлебушком там может еще с чем-то вот я вам эту тушеную капусту ем на ужин или также на обед в общем мне тоже очень нравится нарезаю я капусту всегда вот как нарежется не заморачиваясь и ставлю тушиться добавляю водичку в капусту но здесь я делаю пюре тоже меня спрашивали как я делаю пюре добавляю всегда сливочное масло немного вот этого отвара картофельного оставляю и добавляю немного молока вот таком виде очень нравится моим мужчинам соответственно как им нравится так я и готовлю вот и мои любят такое не крепкое а более такое жидкое пюре поэтому в принципе достаточно много жидкости в пюре у меня получается вот так что для своих мужчин гарнир я тоже сделала ну и буду готовить рыбу это у меня филе горбуши на коже разморозила покупала я в магазине метро ну соответственно обсушила полотенцем и потом нарезать на порционные кусочки вместе с кожей удаляя тут остатки каких-то косточек и буду тоже запекать в духовке кстати вот такой рецепт рыбы очень нравится моему мужу особенности и любая сухая рыба получается очень вкусно добавляю такие специи это у меня лимонная лимонный перец для я использую для рыбы также смазываю майонезом и в приправе у меня содержится соль поэтому я не солю рыбу можно если не хотите майонез или нет майонеза можно смазать сметаной я делаю так и так получается в обоих вариантах очень вкусно смазываем мы для того чтобы рыба не было сухой дальше выкладываем помидоры это у меня из моей теплицы уже такие ну там просто остатки знаете не кондиции я бы сказала помидоры я решила что на запеканку будет супер сыр моцарелла тоже он у меня когда-то был мною заморожен решила его использовать как раз таким но лучше конечно сыр моцарелла когда замораживать натирать на терке они вот такими кусочками он плохо размораживается дальше на моцарелла добавляю немножко итальянских травок и в общем приправку томаты сушеные здесь у меня отправляем в духовку при температуре 180 градусов где-то минут 30 здесь у меня уже потушилась капуста добавляю сосиски еще можно добавить томатную пасту можно добавить обжаренный лук можно добавить какие-то копченые колбаски в общем кому как нравится я добавляю здесь у меня сушеный чеснок и вот такие томаты сухие которые заказывала на вальберес и немножечко для остроты такой у меня перец как для курицы соль и можно еще положить кстати лавровый листочек сюда и отправляю все это тушиться ну пока все специи подружатся скажем так друг с другом и потом уже буду выключать вот такие блюда у меня получились это рыба получается она очень вкусная сочная даже не скажешь что это сухая горбуша вот таким вот образом все запеклось ну где-то до минут двадцать пять-тридцать примерно у меня стояла чтобы вот такая румяная корочка получилась у меня любит очень муж румяную сырную корочку кому-то она кажется подгорелой но моим очень нравится пюре к рыбе моим мужчинам себе батат вот так вот он выглядит я уже переложила в другую мисочку его то есть он должен быть внутри прямо мягкий такой и также приготовила я получается готова наша капуста вот так вот она выглядит ой прям горячая все запотело мне очень нравится кстати вот эти томаты сушеные они придают вкус блюду мне очень понравились я буду заказывать потом еще когда закончится не заменяет томатную пасту по цвету по крайней мере но вкус придает хороший и вот такой вот компот у меня получился на самом деле он когда настоялся по цвету получился как кисель вот но такой кисленький вкусные вот такие вот блюда я наготовила нам действительно хватает этого на несколько дней под так что супер завтра буду свободной от готовки но рыбу обязательно попробуйте я думаю что можно какую-то другую тоже использовать но для на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео но был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч